Друзья, вы простите нас на небольшую задержку. Сегодня большой и наполненный событиями день. Так уж устроен Казанский университет, так уж устроен Институт международных отношений, что события сменяют друг другом. И сегодня, в первой половине дня, состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами Республики Татарстан, в том числе сотрудников Казанского федерального университета, а в целом членов Герардического совета, экспертов Герардического совета при президенте Республики Татарстан. И это и есть, да. Спасибо большое. Но основное для нас является еще и не только лекции руководителя нашего парламента, председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарита Хариловича Мухаммедшина, но и мероприятия, которые проходят сегодня в самом здании, здесь у нас на Пушкино. И речь идет о Всероссийской Олимпиаде по арабскому языку и продолжение, вернее, начало второго этапа нашего с вами симпозиума, посвященного 350-летию Петра Великого. Это часть, но есть название методического научного семинара от империи Тартарии к российской империи Петра I. И здесь сегодня, в этом зале, у нас уважаемые коллеги, представители ведущих академических центров, ведущих университетов страны, которые так или иначе не только связаны с нами узами дружбы, общения, но и продуктивной научной работы. Нам хотелось бы, чтобы и сегодняшние мероприятия, в которых участвуют наши молодежь, наши студенты, стали для вас началом постановок новых исследовательских задач, с тем, чтобы вы на ближайшую перспективу, в те годы, в которые получаете образование в Казанском университете, в Институте международных отношений, вы нашли в том числе применение не только творческим своим талантам, но и тому научному потенциалу, в который у вас есть. Я буду рад приступить, собственно, к началу, старту нашего с вами семинара и готов предоставить слово нашим коллегам, модератору Рафаэлю Мергосимовичу Валееву, заместителю директора Института международных отношений по научной работе, вице-президенту ИКОМОЗ Национального комитета России. Это национальное отделение Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест. Пожалуйста, Рафаэль Мергосимович, вам слово. Хайрликен, добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы рады приветствовать наших гостей, которые сидят на первом ряду, и не только на первом, но с нами. Они участвуют в нашей конференции, в нашем международном научном семинаре. На самом деле здесь вот так случилось, что в этом году наш институт, Институт международных отношений Казанского федерального университета выиграл грант Фонда Истории Отечества, и в сентябре состоялся первый этап симпозиума. Она называется «На плечах гигантов» и раскрывает период истории Российской империи в истории мировых, мировой истории. И, соответственно, вот наша сегодняшняя, это второй этап, когда мы увидели ту программу и провели, что оказывается, на самом деле, вот тема «На плечах гигантов», особенно для территории Евразии, она была представлена не окончательно. И вот спасибо нашим коллегам, вот эта часть, которую мы с вами проводим, международного семинара, научного семинара от империи Тартарии к Российской империи Петра. Многие, кто видел карты западноевропейские, там все огромные территории Евразии, большая часть... Ирина Федоровна, проходите, пожалуйста. Сюда, сюда, да. Огромная часть Евразии была написана одним словом – Тартария. Ну, многие, конечно, европейцы его представляли от слова «тартар», то есть «ад», но это не «ад», это то место, где мы живем, что является нашей родиной. И вот это переход от создания империи, империи Петра I, которая посвящена 350-летию Петра и то, что связано в том числе с нашей территорией, мы постараемся с вами осветить. Я хочу передать слово с приветствием Петрову Юлию Александровичу, доктору исторических наук, профессору, директору Института российской истории. Пожалуйста. Уважаемый рефермер Григорий Салевич, уважаемые коллеги, я приехал по приглашению в ваш замечательный город, и прежде всего хочу поблагодарить организаторов за это приглашение. Думаю, что этот семинар – это может быть началом очень важного, большого проекта, чего искренне и желаю. И думаю, что название у него тоже такое хорошее, символическое. Наверное, вы помните, кому принадлежит это выражение «на плечах гигантов». Это Ньютон сказал в свое время, что если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов. Он имел в виду своих предшественников, ученых. И это хороший символ, хороший образ, который, мне кажется, очень подходит и для осознания того, что творилось на просторах Евразии, и как, собственно, из длительного исторического процесса появилась Российская империя. Я сегодня, хотя обозначен в программе как приветствующий, но вообще хотел бы поделиться с ними своими соображениями, не ограничившись только пожеланием успешной работы, хотел бы поговорить сегодня на тему, так я ее для себя обозначил, «Империя и этносы. Российский опыт». Речь пойдет о России, о созревании Российской империи, об особенностях ее в сравнении с империями другими. Одним словом, я бы сегодня хотел потолковать, как империя, расширяясь, включает в себя новые этносы, что происходит с этими этносами, как сама империя строит эту систему новых отношений. И, конечно же, начать стоит с того, что российское государство с момента своего возрождения, еще в глубоком Средневековье, это сразу сложилось как государство полиэтничное. Если вы вспомните эту легендарную историю из «Повести временных лет» о призвании варягов на Русь, то обратите внимание, что призывали Рюрика не только новгородские Словения, но и живущие там же племена Фейн-Угорские, Чуть и Меря. То есть с самого начала и в Новгород уже был такой многонациональный город, и само государство зародилось, как государство многонациональное, населенное множеством различных по языку и культуре народов. Культурное единство восточных славян было закреплено и получило мощное развитие с принятием Рущи в конце X века христианства в его восточном православном варианте. Несколько столетий занял процесс превращения маленького княжества на восточной окраине Европы в могущественную евразийскую империю, раскинувшиеся от Балтики до Тихого океана. Этот процесс сопровождался присоединением к России множества новых территорий, населенных различными этносами и последовательным освоением новых земель. Постепенно складывалась централизованная империя, которая, расширяясь по евроазиатскому континенту, постепенно обретала свою идентичность. Тот неповторимый генетический код, который отличает нашу страну и на современном этапе. Надо подчеркнуть, что Россию всегда отличала особая ведущая роль государства в жизни общества. Лишь при сильной государственной власти страна могла осваивать и сохранять свою территорию, получала возможность успешно обороняться от врагов и развиваться. Поэтому не случайно наиболее благоприятные периоды в истории нашей страны совпадали с усилением и совершенствованием госструктур. А их ослабление, напротив, приводило к территориальным претензиям со стороны соседей, политическим кризисам и дезорганизации всей жизни в стране, вплоть до угрозы ее распада и потери независимости, чему мы с вами были свидетелями даже на протяжении жизни последних поколений. Но, может быть, за исключением совсем молодых людей, которые родились после распада Советского Союза. Российская империя являлась не суммой или механическим соединением разных народов, а сообществом, объединенным и скрепленным феноменом самодержавия. Кроме того, важнейшая составляющая империи была православие как религиозный фактор. И этот симбиоз монархии и православия проявил в конечном итоге удивительную религиозную, этническую, языковую, культурную, в том числе, терпимость, давшую возможность спокойно существовать и развиваться в одном государстве многим народом. Поэтому соотношение центра и национальных регионов является одной из ключевых проблем отечественной истории. Это связано с гигантскими размерами территории России, с удаленностью регионов от центра, с разнообразными экономическими, культурными и прочими различиями российских регионов между собой. Советская и зарубежная историография XX века при исследовании присоединения народов к России рассматривала в основном последствия этого процесса. Отечественные историки при этом писали главным образом о позитивных последствиях, западные – о негативных. После распада СССР вопрос о научном осмыслении феномена империи приобрел первостепенные значения. В центре внимания оказались характерные для российской государственности на всем протяжении ее становления факторы полиэтничности. Одной из ключевых тем анализа стал вопрос о том, как империи удавалось сохранять межэтнический баланс на протяжении долгого времени, какие механизмы или формы управления способствовали урегулированию взаимоотношений между многочисленными этническими группами. Ну и наша переломная эпоха потребовала осмыслить путь, пройденный народами как самостоятельно, так и в составе России. Должен подчеркнуть, что за рубежом, в том числе и в бывших союзных республиках, то есть бывших республиках Советского Союза, существует стремление представлять Россию как до, так и после 1917 года, преимущественно в роли оккупанта и колонизатора, который якобы эксплуатировал в своих имперских интересах ресурсы национальных регионов и всячески препятствовал развитию государственности и культуры этих народов. Особенно сильны русскоховские тенденции в странах Запада, где по-прежнему популярен тезис об извечной агрессивности нашей страны. Эти взгляды пользуются популярностью в среде современных политиков, а в связи с событиями этого года, с событиями специальной военной операции, они стали просто общим трендом западной политики по отношению к России. Однако я должен со всей ответственностью заявить, что попытки представить Российскую империю как некую империю зла, отличающуюся от других империй, какой-то особой повышенной агрессивностью, эти попытки не выдерживают научной критики. Большинство российских историков не приемлемы трактовку имперской политики по отношению к присоединенным народам как политики колониальной и, соответственно, не считают время их пребывания в составе российской державы неким колониальным периодом, о чем сейчас стало модно говорить в некоторых кругах. Новые земли, как правило, присоединялись к России в ходе войн, вызванных либо необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, либо стремлением вернуть себя ранее отторгнутые соседними государственными территориями, либо задачей прорвать экономическую блокаду и отвоевать свободный выход к морям, к морям, без которых в ту эпоху было невозможно нормальное экономическое развитие страны. Территориальное расширение таким образом явилось для России неизбежным условием самого ее выживания, а понесенные на этом пути издержки и жертвы, конечно же, немалые, были платой за победу в борьбе за сохранение русским народом своей этнической самобытности и культуры. Россия никогда бы не стала не то что мировым ведущим, но даже просто полноценным самостоятельным государством, если бы не обезопасила свои жизненно важные районы от обустошительных набегов, не пробилась бы к морям и плодородным землям, которые со временем стали главными житницами страны. История России показывает, как постепенно происходила адаптация множества народов на колоссальном евразийском пространстве. Здесь сказывались и огромные расстояния, и открытая демократичная русская культура, и традиционная установка правящих кругов на сотрудничество с этническими элитами. Все это сплачивало полиэтническую государственную систему, придавало ей прочность. Историю знают, как колониальные империи, такие как испанская, британская, французская, так и неколониальная, османская империя Гасбургов. К этому числу, безусловно, относилась и Россия, которая не была колониальной империей. В ней, в отличие от классических морских империй Запада, отношения между центром и регионами строились на принципиально иной основе, нежели отношения между митрополией и колониями. Важнейшей особенностью российского государства являлось положение имперообразующего этноса, а именно то, что русские не имели каких-либо преимущественных прав перед другими народами империи. И господствующая в стране атмосфера национальной и религиозной терпимости, сложившаяся благодаря не только гибкой политике правительства, но и облегчающему эту политику менталитету русского народа. Многие наблюдатели, в том числе и иностранные, отмечали, что русские обычно легко уживались с представителями других народов, языков, рас, религий, и в массе своей были чужды национального высокомерия и кичливости. Существенным фактором устойчивости империи являлась практика интегрирования местных элит в центральную власть, о чем я уже упомянул. Здесь об этом, наверное, стоит сказать чуть подробно. Местные элиты предпочитали подчинение самостоятельности, что, в свою очередь, предполагало их постоянную инкорпорацию в состав центральной элиты. Так, хочу привести наблюдение английского коллеги русиста Джеффри Хоскинга, который, проецируя российский опыт на британскую почву, прибегнул к весьма образному пассажу, что в России дела обстояли так, как если бы королева Виктория имела обычай назначать индийских набобов на должность лорда-лейтенанта графства Сассекс. Это значит, что в Британской империи немыслимо было представить, чтобы английский нобилитет и индийские магараджи, даже самые богатые, уравнялись в правах и получили одинаковые привилегии, как это происходило с родовой знатью российских провинций, которые не только регулярно востребовались властью, но и вносились в родословные книги русского дворянства. Это, мне кажется, вполне очевидный аргумент в пользу неколониального характера Российской империи. Эти неколониальные континентальные империи возникли примерно в одно и то же время, в один и тот же исторический отрезок, который охватывает их существование и соперничество охватывало несколько столетий от их образования приблизительно с 15-16 веков до их падения в начале 20 века. Они все исчезли с исторической карты одновременно по историческим меркам в революционную эпоху между 1906 и 1923 годами. И Османская империя, и Российская, и империя Гансбургов рухнули в результате Первой мировой войны. Наконец, общими причинами для краха этих империй нового времени были причины, были в основном неспособность их правящих элит адекватно реагировать на поведение элит местных, национальных и на изменение главным образом потребностей глобального развития. В литературе есть мнение, что морские и континентальные империи все же имеют много общего, и поэтому компаративистский сравнительный подход здесь не только возможен и необходим. Наш хороший коллега, британский следователь Доминик Ливен, Доминик Ливен, потомок российской аристократии, это имя в русской истории хорошо известно, Ливен, Ливен, я советую, они после революции вынуждены были эмигрировать, и Доминик уже родился в Англии, он гражданин в Великобритании, но к России он испытывает очень теплые чувства, как к исторической родине, я вам советую очень почитать его книгу, которая вышла несколько лет в переводе на русский язык под названием «Российская империя и ее враги с 16 века до наших дней». Там, мне кажется, была неточная неточность в переводе, он назвал ее «Russian Empire and your rivals». Это не «Enemies», даже перевели как «враги», но это не враги, а скорее соперники, противники. Это очень хорошая книга, в которой он провел анализ сравнительной Российской и Британской империи и пришел к выводу, что между ними было довольно много сходства, поскольку обе пытались справиться с проблемой территориальной протяженности границ и полиэтничности населения. Это замечание не стану оспаривать, и тем не менее я подчеркну, что при наличии общеимперских проблем решались они в России и в Британии, и в Великобритании весьма различными способами. Опыт мировой истории показал, что одним из существенных признаков империи является их полиэтничность. И этот опыт, в том числе и британский, дал многочисленные примеры противостояния и даже столкновений различных этнических групп в рамках империи. Но в то же время он этот исторический опыт продемонстрировал и возможность адаптации национальных образований, их взаимодействия, и конструктивного сотрудничества. И во многом этот позитивный опыт основан на материале истории Российской империи. Конечно же, остается много еще не до конца ясного в прошлом. Например, чрезвычайно болезненный вопрос это трактовка вхождения различных народов и регионов в состав России. Адекватный выбор понятий для этого процесса. Конечно же, здесь нам, историкам следует показывать реальный ход событий, не смягчая острые моменты в угоду пресловутому советскому лозунгу «Дружба народов», когда любое вхождение народа в состав российского государства называлось добровольным вхождением. Это было отнюдь не всегда так. Но, с другой стороны, следует избегать неоправданного современного, я бы сказал, акцентирования на насильственных методах российской политики, когда эта политика объявляется русской агрессией, а реакция народов на нее называется национально-освободительным движением. Это тоже, я бы сказал, результат некоторой политизации науки, от которого настоящие ученые должны воздерживаться. Да, в советский период с легкостью объявляли любой народ, добровольно вступившим в российское подданство на основании первого же соглашения. Рецидивы подобного подхода встречаются и в наши дни, но на самом деле картина была гораздо сложнее. Отношения подчинения и подданства русская страна и ее партнеры зачастую воспринимали совершенно по-разному и нужно тщательно анализировать различия во взглядах на статус пребывания в составе России у русских властей и у присоединенных народов. С другой стороны, многие авторы бывших союзных республиках и отчасти в современных российских субъектах Федерации отрицательно напрочь оценивают правительственную политику по отношению к народам в 15-18 века в ущерб объективному ее анализу. Конечно же, разрастание российского государства включение в его состав новых подданных влекло за собой кардинальные перемены в жизни присоединенных народов. Они сталкивались с новой политической системой и экономическим строем, поступали в подчинение русской администрации, обнаруживали на своих землях множество пришельцев русских, которые селились в основных ими городах и селениях. И как бы историки не оценивали ход и последствия вхождения каждого отдельного народа в состав России, в любом случае, это событие оказывалось стрессовым, кризисным, переломным в судьбе этих народов. Но хочу я при этом подчеркнуть, что в абсолютном большинстве этносов Российской империи наблюдалось не сокращение и деградация, а рост численности и ускорение экономического и культурного развития. По переписи, последней переписи 2010 в России насчитывается около 190 различных народов. Все они вошли в состав российского государства в разные периоды, начиная со средневековья и кончая недавним прошлым. Я хочу подчеркнуть, что ни один из этих народов не исчез с исторической карты. Все они, кто вошел в состав России, все они сохранились. И в этом коренное отличие Российской империи от той же, например, империи североамериканской, где для очистки земель, для переселенцев колонистов индейцы просто истреблялись или загонялись в резервации, где им суждено было вымирать. В России эта политика не применялась, и в этом коренное ее, повторяю, отличие от колониальных империй. И поэтому при всех различиях народов России известны лишь единичные случаи сепаратистских выступлений, если не считать периоды революционных кризисов. В нашем государстве сложилась особая система отношений центра и национальных окраин, и этой системе был присущ алгоритм взаимной адаптации народов и к друг другу, и к государству в целом. Завершая, можно, наверное, подчеркнуть, чтобы я и хотел довести до вашего сведения, что к началу XX века Российская империя представляла собой крупное централизованное, но в своей основе не колониальное государство, соединявшее в своем социальном развитии черты восточной деспотии и европейского абсолютизма. Включая свой состав ранее независимые народы, отличаясь неравномерностью в развитии отдельных частей своей территории, это государство было объединено феноменом судьбы ржавия при преобладании русского этноса и православия, сохраняя полиэтничность, многоконфессиональность, этническую, религиозную терпимость со стороны как имперообразующего народа, так и правящих кругов. Одним словом, это была непресловутая тюрьма народов, о которой говорили еще большевики в начале XX века, а сейчас это достаточно легко повторяют политические наши оппоненты. Это была не тюрьма народов, а фактор, который объединял и сохранял исторически эти народы. Многовековая история нашего совместного общежительства в рамках единой страны, цивилизаторской функции русских в этом процессе служит основой для развития нашего национального достоинства. И, конечно же, нельзя допускать его унижения и оскорбления, тем более той вакханалии русофобии, которая в последнее время насаждается нам из-за рубежа. Вот на этом пожелании я бы хотел завершить свое выступление. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Юрий Александрович. Я думаю, вопросы можно в письменном виде. Слово предоставляется Константину Ильичу. Пожалуйста. Ваши должен поправить. Конечно, никакого гранта российского исторического общества не было. Вообще не бывает грантов российского исторического общества. И отделение российского исторического общества Торстания под руководством Армель Равиловича Харудино предоставила ГИДУ замечательной конференции сегодняшней. Проект получил поддержку фонда истории отечества. Победив на конкурсе фонд истории отечества. Это фонд, который в 16 году был создан указом президента России и функционирует именно в целях финансовой поддержки проектов направленных на историческое подсвещение. Это очень важно и хотя цели и задачи фонда коррелируются в настоящий момент с целями и задачами РИО, это две не связанные друг с другом организации. Это очень важно понимать. Я был благодарен за понимание здесь. Но тема конференции конечно важнейшая и к сказанному Арфаэль Мергосимовичу я могу только добавить, что мне кажется очень удачно проходит Петровский юбилейный год. По-разному проходят крупные юбилеи, некоторые более, некоторые менее результативно. Но здесь мы видим и большой объем научной работы и публикаторской вышел очередной том письма бумаг Петра Великого первая книга за 1714 год. Реализован проект Digital Петр, который дает перспективу машинного чтения, машинной обработки Петровского рукописного наследия. Проведено большое количество научных конференций, симпозиумов. В середине октября на платформе Высшей школы экономики планируется подвести своеобразные итоги, обобщить опыт тех конференций, которые прошли. И, конечно, мы сегодня рассуждая о Петре, о Петровском опыте, говорим о том, насколько востребовано это наследие и насколько актуален Петровский опыт. те вопросы, которые мы задаем сегодня к этой эпохе, к источникам начала XVIII века, они продиктованы не только развитием исторической науки, но и самую жизнью, когда вновь речь идет о выборе пути развития России, об отстаивании ей самого права на существование. Уважаемые коллеги, я ознакомился с программой и вижу, насколько серьезно, насколько большое количество уважаемых специалистов собрались в Казани. Я хотел бы пожелать конференции успешной работы, а всем ее участникам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Ух ты, видите, как громко. Уважаемые коллеги, я хочу предоставить слово для приветствия Сальхову Раде Кримовичу, директору Института истории имени Шихабуддина Маджани Академии наук Республики Татарстан, доктора исторических наук академику. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. В первую очередь разрешите мне от имени коллектива Института истории имени Шихабуддина Маджани Академии наук Республики Татарстан поблагодарить организаторов конференции Рамира Авиловича за приглашение участвовать в ее работе. Это очень интересный семинар и судя по программе, ставятся довольно серьезные теоретические вопросы. И мы видим, что перспектива дальнейших исследований связана как с поиском новых источников, с их анализом, так и с переосмыслением уже тех устоявшихся вопросов, которые существовали прежде в исторической литературе. я вот полностью согласен с выступлением Юрия Александровича. Это действительно концептуальное, серьезное выступление. Оно ставит новые акценты в оценке нашей общей, большой, многовековой истории. Ведь мы знаем, что история государственности у татарского народа, она насчитывает уже более тысячи лет, и мы ее справедливо ведем еще и от державу Хунну, и от тюркских каганатов, естественно, от Великой Ивужской Волгарии, Золотой Орды. Это все этапы той государственности, через которую проходили предки нашего народа, формировались, и пребывание уже в составе Российской империи ознаменовало новый цивилизационный этап, впрочем, не только в истории татар, но и всех народов по Волжи, при Урале, которые сегодня проживают, это и Чуваши, Марицы, Удмурты, Мордва. И в этом смысле, конечно же, ни в коем случае нельзя говорить о неком колониальном концепте в истории России, потому что это совершенно не соответствует исторической правде и исторической действительности. Ведь преодолевая смуту, которая возникла уже после смерти Ивана IV, именно татары и народы по Волжи при Урале внесли серьезный вклад в освобождение страны от захватчиков. Татарские Мурзы присутствовали при венчании Михаила Романова на царство. И в дальнейшем вся история нашего народа в составе Российской империи это можно назвать только историей прогресса и развития. Ведь еще перед самой революцией 1717 года татары имели собственную профессиональную литературу, искусство, сформировалась татарская буржуазная нация, существовали средства массовой информации, книгоиздательства, благотворительные общества, библиотеки. Мало того, уже действовали первые политические партии и татары имели собственную фракцию в Государственной Думе. То есть это все те свободы гражданского общества, о которых в общем-то многие еще народы мечтают, наш народ имел уже в составе Российской империи перед революцией 17-го года. Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что мы, говоря об имперскости в нашей истории, должны в первую очередь думать о единстве народов, которые здесь проживают, потому что империя это в первую очередь наше общенародное единство вне зависимости от этнического происхождения или конфессионального происхождения. В этом, я думаю, серьезный смысл нашего сегодняшнего семинара. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я с удовольствием хочу предоставить слово Поповой Ирине Федоровне, доктору исторических наук, профессору, члену корреспондента Российской Академии Наук, директора Института Восточных Рукописей РАН. За подделом рукописей документов. Спасибо. Рафаэль Маргасимович, дорогие коллеги, я начать бы хотела с того, что я сердечно поздравляю Рамила Аравиловича Хайрудинова, директора Института, который нас принимает, Института международных отношений Казанского Федерального Приворского Федерального Государственного Университета с высокой наградой, который он был сегодня удостоен орденом Дуслык за его выдающийся вклад и в науку, и в образование, и в методику образования, в преподавание, ну и, конечно, в общественную, так сказать, его как общественного деятеля наградили, члена совета, герологического совета при президенте Республики Татарстан. Поэтому я очень надеюсь, что вы его ученики тоже горячо поздравите. Итак, мне бы хотелось сказать несколько слов об академическом востоковедении как факторе очень значимой внутренней и внешней политики Российской империи. Нынешняя конференция проходит год 350-летия нашего великого реформатора Петра I, который вошел в нашу историю прежде всего как западник, как правитель, который прорубил окно в Европу и укрепил позиции России именно на западных рубежах в первую очередь. Но если бы мы вдумаемся, какую короткую жизнь Петр прожил всего-то 50-го года, это начало зрелости сейчас, и проанализируем его деятельность на протяжении последних лет его жизни, то мы поймем, что он в очень значительной степени поворачивался на восток. И если бы судьба отпустила ему хотя бы 10, ну хорошо бы даже если 20 лет жизни, то мы имели бы совершенно иную конфигурацию геополитической Российской империи, чем та, которая предстала перед ликом историей после смерти Петра Великого. Ведь Петр неоднократно посылал экспедиции и в Китай, и в Персию, в Бухару, известный новоперсидский поход, и на Камчатку, и в Сибирь. Он старался осваивать территории нашей страны, и при этом он, конечно, поворачивался, мечтал о походах в Индию. Во время походов в Персию его сопровождал наш великий первый русский терколог, востоковед Дмитрий Константинович Кантемир, который указы Петра Великого переводил на местные языки. В основном это были тюркские языки, хотя сам Кантемир, как вы знаете, знал более десятка и европейских, и восточных языков. Ну и, кроме того, неоднократно Петр хотел дать импульс сначала преподаванию восточных языков, чтобы, конечно, в значительной степени содействовало такой культурной интеграции русских с теми народами, которые населяли, исконно населяли территории Российской империи. Политику Петра, имперскую политику Петра продолжила Екатерина II, и при ней, собственно говоря, утверждается принцип создания культурной интеграции с сохранением культурной многосложности. Впервые после присоединения прихода Крыма в 1783 году под Российскую державу население мусульманской Российской империи значительно увеличивается, и государство берет курс на покровительство исламу. По каллиграфии одного очень известного каллиграфа в Петербурге отливается шрифт, и с его помощью печатается Коран для бесплатной раздачи верующим мусульманам. Потом это, кстати, шрифт переходит в Казань и, собственно говоря, используется затем книгопечатание. Ну и кроме того, переводы Корана, ведь первый перевод известный, авторство оспаривается этого перевода, был именно с легкой руки под приказу Петра I сделан в 1716 году, назывался он «Аль-Коран» или «Закон турецкий», а при Екатерине появляется Коран 1790 года Михаила Ивановича Веревкина, который, перевод Корана, сыграл значительную видимую роль в истории нашей культуры, поскольку под его влиянием Александр Сергеевич Пушкин написал знаменитый стихотворение в подражании Корана. То есть в данном случае попытки понять людей иной веры, иного этноса, они, в общем-то, проявляются ярче и даже достаточно основательно. Кроме того, Екатериной был издан приказ о замене преподавания западного языка в классических гимназиях, в том числе в Казани, на преподавание местного языка. И это содействовало сохранению той самобытной культуры, которая была связана в первую очередь с языком. Ну и ярчайшим примером является фигура Христиан Даниловича Френа, человека, который объединяет не только Казань и Петербург, но и наши учреждения, Казанский университет и Институт восточных рукописей, поскольку именно он стал первым директором Азиатского музея. Френа является таким ярким примером той сущности, сути востоковедения отечественного, которая характеризовала его потом на протяжении уже столетий, потому что Френа был выпускник западной школы, он закончил школу в Германии, в Ростоке, и затем молодым человеком он приезжает в Казань, где он 10 лет преподает арабский язык в университете. И здесь он знакомится с местными интеллектуалами, общается с ними на арабском языке и впитывает сущность той традиции, которую Крачковский называл словом схоластическая, но это не совсем точно, потому что имел он в виду местную традицию, местную науку, не только науку европейскую, но и науку традиционную. И переехав в Петербург, Френа возглавляет Азиатский музей, который был создан по инициативе очень интересного человека Сергея Семеновича Уварова, также западника, классика, много лет прожившего в Европе, который создает проект Восточной Академии и издает его впервые в 1810 году. Френа Уварова вошел в историю как автор теории официальной народности и формулы православия самодержавия народность, но тем не менее, будучи, опять же повторюсь, западником, он искал в науке о Востоке восточной культуры, истоки, корни самой идентификации культурного кода русского народа, вот, Россия. Поэтому в данном случае вот такое стремление понять, впитать в себя элементы культуры тех народов, которые империю населяют, оно как раз было свойственно российской государственности. Значительно проявилось востоковедение как фактор очень значимой внешней политики в период, начиная с XIX века, когда на просторах Евразии развернулась большая игра, то есть соперничество Российской империи и Британской за господство надглубинной Азии. Ну и при всем при том, что, конечно, все перипетии были очень сложны и по-разному проявляли себя в этой борьбе и Российской империи, и Британская, то есть, в общем-то, было много разных сюжетов, фактов таких, значит, которые очень хорошо сущность нашей обе государства политики проявляют. Тем не менее, вот признано было англичанами, причем они об этом писали, исследователи Центральной Азии, что победы русских, увенчавших вот эту самую большую игру, было открытие в внутренней Монголии нашим путешественникам Петром Кузнечом Козловым, офицером генерального штаба, в пустыне Гобием мертвого города Харахота, где были найдены фрагменты, хранящиеся в моем институте, на мертвом неизвестном языке, как тогда написали. Оказалось, что это язык народа, который сошел с исторической сцены в XIII веке, он был полностью устремлен монголами. Язык был забыт, но его дешифровка стала возможной, и вот это вот колоссальное открытие, оно, собственно говоря, говорит о том, что вот культура, она была исследованием памятников архитектуры, исследованием этнографического материала, оно было вот в основе той самой политики, которая должна была народы объединять. Вот, ну, конечно, все факты не перечислишь, потому что можно было бы сказать и о направленных Екатериной, еще тогда сначала Петром, затем уже при Екатерине эти экспедиции развивались в Сибирь. Фигура Миллера очень известна, который, 10 лет проведя в Сибири, создал впервые труд «История Сибири», в которой он использовал очень значительный этнографический материал. И на это, конечно, вот на изучение языка, традиций, верований народа очень обращали внимание те люди, которые вот были государственниками, осуществляли государственную политику Российской империи. Вот. Я вижу на стенах вот в этой аудитории кроме портрета Френа еще и портреты тех людей, которые, ну, были, собственно говоря, такими проводниками между культурой, вот, ну, скажем так, вот местных традиций и традиций вот Санкт-Петербургской классической школы востоковения. Это и Казимбек, это и Голстунский, Василий Павлович Васильев, ну, и вот Анас Бакевич Халидов, которого я знала, он был сотрудником нашего института, он провел здесь несколько лет. Поэтому вот эти вот нити, вот нити культурные, они вот, несмотря на то, что форма государственности меняется, они все равно остаются. И, в общем, очень большое значение имеет то, что вот традицию, которую мы вот получили, традицию Советского Союза, когда действительно была создана великая держава, был создан совершенно ни с чем несравнимый в истории синтез народов, очень жаль, что эта традиция может уйти. Понимаете, в ней было гораздо больше хорошего, позитивного, прогрессивного, чем вот пытаются нам показать сейчас. Поэтому я призываю вот тех молодых людей, которые здесь находятся, в общем-то, проанализировать кто-то, если в чем-то сомневается. Вот. Все это еще раз глубже посмотреть, как это было в истории, очень позитивно, то, что сейчас возвращается преподавание истории, вернее, вводится история преподавания истории и в непрофильных вузах, то есть технических и прочих остальных. Поэтому вот это самое главное. И, конечно, в истории надо видеть больше позитивного. Совершенно вот обручает снос памятников, они не должны быть сносимы. Вот пример Китая нам в этом деле именно пример, потому что не знаю я ни единого памятника, не слышала, по крайней мере, тому же Мао Цзэдуну или там деятелям Китайской революции, который был бы снесен. Все это наша история, наше прошлое, его надо ценить, его надо уважать. Поэтому я желаю участникам конференции всего самого хорошего, плодотворные дискуссии ждут, судя по той программе, которая нам вручена. Поэтому доброго здоровья, плодотворные дискуссии, успехов, спасибо. Спасибо, Ирина Федоровна. Спасибо.